Во времена СССР его официально не считали художником, а теперь через призму его работ иностранцы узнают, чем и как жил советский народ в 80-х. Выставка Эрика Булатова, которая в эти дни проходит в Лондоне, собирает не только ценителей искусства. Многие видят в картинах историю, битрисошин о реальности и домыслах художника. Эрик Булатов выставляется с середины 50-х, и все это время искусствоведы и журналисты соревнуются в попытке подыскать ему правильное определение. Московский концептуалист, основатель соцарта, авангардист. Все эти слова и годы, как бесконечная река, обтекают его картины и не могут выразить того, что он делает. Вот вы знаете, по-настоящему я все-таки ничего этого приложить к себе не могу. Я думаю, что еще такого названия не существует. Но рано или поздно оно, наверное, будет. Булатов часто говорит, если художник не успел выразить время, в котором живет, то оно безвозвратно уйдет. Но пока живут его картины, сохранится неискаженный взгляд человека советской эпохи на мир. Европейские искусствоведы и коллекционеры, они открыли художника в перестроечное время, а потом хорошо на нем заработали, говорят, что без этих работ трудно представить себе Москву в 80-х. В те времена был еще Советский Союз и Союз художников СССР. И такие мастера, как Булатов, Олег Васильев и Илья Кабаков, не считались официальными художниками. Слово, считает Булатов, не только звук и не только смысл. Слово – это образ, и оно имеет право быть отображенным. Удивительно, что наполненные летящие кириллицей полотна могут быть так популярны за пределами России. О Булатове в Британии написали сотни статей. Почти в каждой из этих статей есть слова. Это художник, которого здесь понимают и ценят. Но что касается ценят, оценивают с этим, я согласен. Ведь его работы на западных аукционах продаются за сотни тысяч долларов. А вот что касается «понимает», то здесь есть вопросы. Ну, как можно объяснить западному человеку, который не говорит по-русски, что такое «хотелось засветло, но не успелось»? Или вот эту картину организаторы выставки упрямо называют «бот». Бот, а не «бот». И когда им пытаешься объяснить, что это «бот», то они, конечно, обижаются. Сам Булатов к этому давно привык. Чтобы избежать трудностей перевода, многие посетители просят объяснить, что там такое нарисовано. The water flows. The water flows. Вода. Вода тепла. О своих любимых и нелюбимых словах 82-летний художник может с упоением говорить часами. Но для парижской или лондонской публики это лишь усложняет восприятие. Им легче было поставить смысл вот этот вот литературный на второе место. А на первое место сразу у них, на первом месте был сразу эмоциональный эффект, то есть эмоциональное восприятие. Подействовал, не подействовал. Хотя Париж, где Булатов проводит большую часть времени от Лондона, отделяют всего два часа на поезде, за последние четверть века это лишь вторая персональная выставка в британской столице. Организаторы ее давно хотели увидеть эти картины на стенах своей галереи. Он не только как художник, он как личность, как собеседник тебя завораживает. А вы по-русски читаете, понимаете? Понимаю. А вы знаете, что там написано? Да, конечно, перестройка. Булатов смотрит, как быстро перемещаются по залам посетителей и тихо говорит, что живопись на ходу смотреть невозможно, ведь картина — это закрытая дверь, и нужно долго и терпеливо стучаться, чтобы она открылась. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Первый канал, Лондон.